В преддверии 8 марта в женской колонии Петропавловска прошел конкурс под названием Супер Келлен. За звание самой ответственной, гостеприимной и обаятельной невестки боролись три участницы. Подробности в следующем материале. Елена Жумабаева уже три года отбывает наказание в женской колонии. Молодая девушка принимает активное участие во всех конкурсах, которые проходят в исправительном учреждении. За хорошее поведение Елена мечтает освободиться по амнистии. В планах создать дружную и крепкую семью. Среди серых будней охота какой-то радости. У нас женщин небольшие запросы. Просто охота почувствовать себя красивой и внимание какое-то к себе привлечь. Мы все этим грешны, я думаю. Поэтому, как только появилась возможность, как только администрация сказала, что будет проводиться такой конкурс, я выдвинул свою кандидатуру. Что-то новое узнаю по казахским традициям, потому что мне это очень близко. Я родилась в России и приехала в Казахстан. И у меня корни. Я хочу узнать до последнего все традиции. Конкурс «Супер Келен» проводится в колонии впервые. Состоит состязание из четырех этапов. Сначала девушки представляют свои поделки. Затем жюри будет оценивать их навыки гостеприимства. Далее показ национального обычая и творческий номер. Данный конкурс мы проводим ежегодно. Однако в этом году мы выбираем не просто красавицу, а проводим конкурс «Супер Келен», в котором участницы покажут знания, традиции и обычаи казахского народа. На постоянной основе в нашем учреждении с осужденными женщинами проводятся различного рода мероприятия, направленные на воспитание и организацию их досуга. По завершению конкурса девушки будут награждены благодарственными грамотами. В следующем году организаторы планируют увеличить количество участниц. Кирилл Потемкин, Орал Амренов, Служба новостей.